Привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Сегодня опять D700 и пришел он уже, так, этот с аккумулятором. Давайте посмотрим, а что у нас? Ага, не что у нас. Он у нас не стартует, аккумулятор. Глубокая разрядка. И давайте замерим, что у нас там. Так, взглянем на экран. Справа плюс, слева минус. Что, все? Ничего нету? Так, друзья, аккумулятор не работает. Не знаю, по какой причине он не работает, но это очень дурной знак. Если он не работает от того, что он стоял в фотоаппарате, то значит там глубокий разряд. А причиной такого глубокого разряда может играть разную роль. Может там утечка электричества внутри, то есть окисления идут. Пожалуй, рабочий аккумулятор. Этот у нас однозначно работает. Так, камера стартовала. Имеет место быть длинная выдержка. Сейчас ставим коротенькую. И у нас вообще в целом он пришел с чем? Открываем. Ага, рваные шторы. Мы видим там вот такую историю. Тогда сейчас я если сделаю сброс, то это может плохо кончиться. Как поступить? Надо сначала подключить к сервисному софту и посмотреть, что у нас там вообще по ошибкам. Взглянем на ошибки этого фотоаппарата. Делаем релиз. Ну и вот такой результат. У нас ошибка по зеркалу. То есть позиции у нас неверные. Связано это скорее всего с эксцентриком завода. И по затвору конкретно то, что шторки неправильно пролетают в свои эти точки. Сенсор считает неправильную скорость. И вот эти ошибки. Здесь мы видим конкретное подтверждение того, что ошибка по времени. При этом пробег на камере 167 тысяч. И скорее всего снимали в режиме скоростной съемки. Здесь что у нас имеется? У нас отваливаются резинки и протертые резинки. Здесь и здесь, и здесь. Что свидетельствует о большом пробеге. Но в принципе мы видим и так уже большой пробег. Сегодня мы заменим шторку и эксцентрик. На вот этом фотоаппарате. Давайте начнем. Продолжение следует... 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 Друзья, здесь у меня детали отмыты. Слева у меня эксцентрик, который здесь был. Справа, который я поставлю, мы видим выработку. Также большая выработка, но не сравнится с той, которая была в предыдущем фотоаппарате. Вот такой результат. Теперь необходимо поставить все эти детали внутрь корпуса. Продолжение следует... Механика собрана, теперь необходимо ее минутку погонять на 3 вольтах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, аппарат собран. Все отлично отрабатывает. Отлично. Работа без ошибок. Ну и конечно же все показывает туда, куда надо. Тут переключатели работают. Единственное, что у нас остается, у нас остаются, как всегда, резинки, которые чем старше становятся, тем хуже их наклеивать. Иногда их вообще не можно наклеить. Вот в данном случае я их наклеил. И, как видите, это просто не очень хорошо все выглядит. Вот, например, вот здесь отходит. Это связано с тем, что резинки со временем, после того, как они поработают, разбухают. На них появляется слой жира. И, в общем-то, восстанавливать эти резинки просто каторга. У меня сейчас заняло 1 час времени. Они просто тупо для того, чтобы подклеить эти резинки. Клеил я их вот здесь на двухстороннюю ленту. Проклеил сначала одну сторону вот этой резинки, потом внутреннюю часть именно на фотоаппарате. Прогревал и потом только приклеил. И, как видите, держится так себе. Ставить надо, конечно же, оригинальные резинки. И все будет работать. Все, друзья, здесь у меня все сделано. Шторка отрабатывает без проблем. Сейчас сбросим ошибки и посмотрим, что у нас пишет история на фотоаппарате. Затем перевод. Так, вот у нас пробег. И еще разочек. 167.442. А теперь смотрите. Read only. И, например, убираем. Берем эту цифру. 167. И 4 вставим. И нажимаем. Write. И теперь читаем количество кадров. И теперь на фотоаппарате 1674 кадра. Так ли это? Давайте посмотрим еще раз на вот этой программе. Это у нас торнадо. И вот смотрите. Вот он пробег. На этой камере какой я поставил. Также можно поставить и вот такой пробег. Вот, к примеру, сейчас. Включили торнадо. Power. И вот он пишет вам пробег 5 миллионов. Не доверяйте пробегу. Теперь мы смотрим на ошибки. Делаем релиз. Relize. Так. Ну, мы видим, что ошибок нет. Теперь вернемся к аккумулятору, который был вообще никакие признаки жизни не показывал. Я его умудрился зарядить. Однако это такая китайская копия, при которой... Смотрите, что происходит. Во-первых, аппарат, мотор работа по-другому. Теперь увеличим выдержку. Работа. Неужели? Суть в чем, что периодически с этим аккумулятором у нас может выкидывать ошибку. Еще разочек вставляем. И сразу с восьмитысячной давайте начнем. Оп. Все. Сработало. Вырубилось полностью. Аккумулятор, по факту, очень дохлый. И такой аккумулятор приводит к ошибке. И, конечно же, после того, как у нас случилась ошибка, мы включаем камеру. У нас вот она ошибка. Все. И теперь, если зайти в программное обеспечение. Смотрим. Вот она. Нажимаем кнопку. Пом. И вот она ошибка. Видите? Power off. У нас было падение напряжения. И, соответственно, я выдала ошибку. Мы это все дело стираем. Отсюда. Отсюда. И вот отсюда. И после этого можно еще разочек сделать так. Все. Ошибок нет. Отправка. Я еще посмотрю. Так. Вот это надо будет почистить немножко. Посмотрю состояние матрицы. Я вижу, что здесь загрязнено зеркало. Меня просили почистить матрицу. И я ее почищу. Вот там мы видим шторки. И шторки стоят как надо. Вот. Матрицу предварительно до этого я чистил при сборке. Ну и, конечно же, не мешало бы его посмотреть матрицу после того, как все это собрано. Вот. Ну и на этом у меня все, друзья. У нас была замена шторки и замена эксцентрика. Попутно мы, в общем-то, еще и почистили матрицу. С вами был Иван. Канал Digital Шума. Всем пока. А вот эту батарейку лучше не использовать. Субтитры сделал DimaTorzok